Мы представляем фракцию Компартии Российской Федерации. Сегодня в Государственной Думе министр просвещения России Сергей Сергеевич Кравцов. Как конструктивная позиция мы обязательно отметим успехи, которые есть в работе Министерства просвещения. Отметим те проблемы, которые решаются, хотя и очень медленно и частично. Но отметим и те проблемы, которые остаются нерешенными. Проблема первая. Это, увы, прямое вытеснение бюджетного или бесплатного среднего профессионального образования платным. Еще в 2010 году большинство мест в наших учреждениях среднего профобразования были бесплатными для наших детей. Напомню на всякий случай, что по закону об образовании общее среднее образование обязательно и бесплатно. А в колледжах, между прочим, получают и общее среднее образование тоже, но за него платят. Напомню, что по Конституции и закону об образовании среднее профессиональное образование тоже должно быть бесплатным, хотя закон содержит отступление от Конституции и некоторые оговорки по этому поводу. Так вот, я вам привожу данные высшей школы экономики, хотя это не та организация, с которой я обычно соглашаюсь. Но если уж по их данным получается такая картина, то сомневаться в ней вряд ли приходится. 43% всех ребят в системе среднего профобразования учатся за деньги. Почти половина при бесплатном среднем профобразовании по конституции и закону. А в таких областях, например, как юриспруденция, 92% учатся за деньги. В фармации 87% учатся за деньги и так далее. А потом мы удивляемся, коллеги, что согласно данным средств массовой информации у нас осталось только два колледжа, которые готовят швей, а их сейчас остро не хватает. Швеи, которые получили образование в советский период, на расхват потребность выросла, зарубежные фирмы ушли, экспорт сократился, своих швей не хватает. Тема вторая. Это кадровый кризис в школе. Коллеги, по данным Народного фронта, подчеркиваю, по данным Народного фронта, организации, созданной для расширения политической базы президента, 44% учителей заявили, что в их школах не хватает математиков, 39% учителей иностранного языка, 36% учителей литературы и так далее. При этом, по официальным данным, все хорошо. Средний учитель получает 57 тысяч в месяц за второй квартал текущего года. Однако, по данным той же высшей школы экономики, 80% всех учителей получают меньше 40 тысяч, а 40% всех учителей говорят, что они экономят на всем, кроме еды. По любой методике это прямая бедность. Бедный учитель не обеспечит богатого государства и экономического прорыва. При этом учитель работает, как правило, за себя и за того парня. Раньше шутили, что работаем на полторы ставки, потому что на одну есть некогда, а на две есть нечего. Теперь, соответственно, у нас средняя нагрузка учителей 30 уроков в неделю, то есть больше полутора ставок. Например, в Омской области, в городе Омске две ставки средняя нагрузка учителя. Нам необходимо решение на федеральном уровне, иначе проблема решена на уровне субъектов Российской Федерации не будет. Невзирая на то, что тема правительственного часа национальный проект образования, исполнение национального проекта, мы, конечно, выйдем за пределы этой темы, потому что будем говорить не только о проблемах в образовании, но возьмем гораздо шире, потому что в полномочии министерства тоже, конечно, гораздо шире, чем только вопросы организации образования дошкольного, школьного, профессионального образования. Я намерена говорить здесь о проблеме воспитания, которую с нашей точки зрения министерство и правительство на сегодняшний день, даже введением должности советника, директора по воспитательной работе, конечно, проблему воспитания мы решить не сможем, если это воспитание не будет проходить через весь образовательный процесс. Надо вернуться к тому замечательному, наверное, советскому времени, тем учебникам математики, алгебры, геометрии, физика и химии, где справа публиковала такая графа «Это интересно!» и рассказывается о великих физиках, о великих математиках, наших русских математиках, не айтишниках, там, Илоне Маске. Поэтому, конечно, хорошо, если бы это осталось в наших школах. Или проблемы просвещения, ведь у нас Министерство просвещения сегодня регулирует просветительскую деятельность. В 2021 году были внесены дополнительные поправки в закон образования. Так вот сегодня для того, чтобы ветерану Великой Отечественной или ветерану боевых действий прийти к школьникам и пообщаться с ними, надо иметь а. лицензию, б. уведомить муниципальный орган власти, отдел образования, и в. за 30 дней представить план своего выступления. Ну, более циничного отношения к ветерану, мне кажется, трудно себе и предположить. Вместо того, чтобы приехать, привезти, увезти и поблагодарить за то, что он делится своими еще воспоминаниями, переживаниями, воспитывает наших детей, мы требуем с него какой-то план работы и за 30 дней. Конечно, это нужно менять. Опека и попечительство. Правительство разработало закон, внесло поправки, точнее, закон в семьи и законодательство, но оно никак не коснулось деятельности органов опеки и попечительства. Дети-сироты у нас, к великому сожалению, есть. Армия детей-сирот пополняется. И если такими темпами у нас родители будут отказываться от своих детей, 90% социальные сироты, то дети окажутся все-таки в казенных учреждениях, а не в приемных семьях. Мы проводили у себя парламентские слушания, и вот землячка Олега Николаевича, Татьяна Евгения Николаева, она 35 лет возглавляет общественную детскую организацию. Заработная плата приемных родителей составляет сегодня на одного родителя от 1200 до 1700 рублей в Омской области. То есть вот за ребенка семья получает примерно 3000 рублей, это если ребенок инвалид, и 2500, если ребенок не инвалид. Поэтому говорить о том, что эти приемные родители наживаются на детях, это просто не уважать этих приемных родителей, но правительство ничего не меняет, и Министерство просвещения никак не реагирует на вот эту вот тему, никаких перемен нет. 14 лет вообще не подходили к обсуждению этого вопроса, в Госдуме провели парламентские слушания, Министерство презентовало свою концепцию реорганизации органов опеки. Прошло 7 месяцев, никаких перемен. Ну и еще одна тема, она больная для нас. Мы защитили всех, малых предпринимателей, айтишников, банки защитили, а детей-сирот не защитили. Дети-сироты по-прежнему усыновляются у нас иностранными гражданами, и даже гражданами из недружественных стран. 21-й год, 69 детей-сирот Франции, Италии, Испании, которые заявили о том, что они предъявили санкции на Российской Федерации. 19-й год у нас 169 детей-сирот, тоже самое были поставлены за рубеж. Депутаты всех трех фракций Государственной Думы внесли законопроект, отдали его еще в сентябре в Министерство просвещения, в октябре напомнили через месяц о том, чтобы нам дали заключение на него. До сих пор в молчании. Хотим задать этот вопрос министр просвещения. Он что, считает, что надо продолжать усыновление наших детей недружественными государствами, или все-таки ускорить принятие этого законопроекта? Поэтому, ну и дети-сироты, жилье детям-сиротам, это проблема, которая, так сказать, близка всем, будоражит умы от бюджета к бюджету. 10 миллиардов выделялось, выделяется, и у меня складывается устойчивое ощущение, ничего в этом смысле меняться не будет. От 14 до 40 лет потребуется, если такими темпами выделять деньги на жилье детям-сиротам. Будем просить на заседание Государственной Думы, что председатель Думы принял волевое решение, поддержал законопроект депутатов о выделении сертификатов, потому что правительство никаких предложений не внесло. Спасибо. Я хотел добавить, хотя мои коллеги много проблем уже подняли, а просвещения проблем очень много. Главная проблема – это, прежде всего, создание единого образовательного пространства, то, что делает во главе с министром министерства просвещения. Это создание единого содержания образования, это предусматривает создание новых учебников, а содержание учебников, как мы знаем, доносят до учеников наши славные учителя. Значит, нам надо заниматься повышением квалификации и переподготовкой наших учителей, чем мы будем заниматься и помогать министру и министерству просвещения. Это основные задачи. Коллеги, мы благодарим вас за внимание и надеемся, что текст наших выступлений будет донесен объективно. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok